Компьютерные ошибки опять опять с вами. И в этом видео мы рассмотрим о такой ошибке, которая возникает при включении компьютера или ноутбука. Фиксинг C. Stage. 1, 2, 3, 4, 5. Stage 5. То есть 5 этапов должно пройти, чтобы полностью исправить жесткий диск. Это возникает при возникновении каких-либо неполадок при включении компьютера. Может быть у вас внезапно выключилось электричество и в итоге после включения Windows само пытается исправить наш диск или том нашего диска. Может быть это буква C, D или E буква. Эта ошибка может возникать из-за вредоносного программного обеспечения, то есть вирусов. Поэтому нужно проверить антивирусом ваш компьютер. Дождаться пока произойдет полное восстановление диска и компьютер автоматически перезагрузится и восстановит. Если у вас жесткий диск большего объема, 5 этапов может пройти очень долгое время. Поэтому вам нужно набраться терпения и просто ждать пока полностью операционная система попытается восстановить, восстановить работоспособность. Чтобы пропустить эту самую диагностику, вам нужно перезагрузиться и нажать клавишу F8 плюс Delete одновременно. В этом случае появится сообщение To Skip Disk Checking Press AnyKey. И в итоге после этого попросит нажать клавишу, любую клавишу. В течение нескольких секунд вам нужно быстро нажать на любую клавишу, тогда это сообщение еще висит на экране. Если вы не успели нажать клавишу, сообщение уже исчезло, то нужно повторить все заново. И в итоге вы загрузитесь в операционную систему, но при следующей перезагрузке эта ошибка заново появится. Вам нужно принудительно 3 раза перезагрузить ваш компьютер и в итоге после третьего включения компьютера у вас появится подготовка автоматического восстановления. Диагностика компьютера. Автоматическое восстановление. Компьютер запущен некорректно. Выбираем дополнительные параметры. И здесь у нас есть пункт поиски и устранения неисправности. Переходим в дополнительные параметры. Попробуем восстановить систему с помощью контрольных точек восстановления. Выбираем этот пункт. Учетную запись нашу. Если есть пароль, то вводите пароль. Точки восстановления системы у меня отключены. Или они у меня не работают. Если у вас есть точки восстановления, попробуйте на раннюю дату откатиться. Посмотрите, какие программы будут удалены при восстановлении на более раннюю точку восстановления. Может быть эти программные обеспечения вам важны. Можно перейти в безопасный режим. Из безопасного режима попытаться восстановить параметры загрузки. Здесь переходим перезагрузить. Выбираем. После перезагрузки у нас есть пункт безопасный режим. Это вкладка 4. Нам нужно нажать от F1 до F9. Мы выбираем четвертый пункт, это клавиша F4 на клавиатуре. Если ноутбук, то может быть клавиша Fn плюс F4. Мы загрузились в безопасный режим, теперь переходим в этот компьютер. Выбираем локальный диск C, правой клавишей, свойства. У нас локальный диск C, то есть проверка происходит локального диска C и его исправление. Если у вас проблемный диск D, то выбирайте D, локальный диск D, таким же образом. У меня это локальный диск C, поэтому я выбираю его свойства, перехожу, сервис, проверить, проверить диск. Открываем PowerShell, Windows PowerShell, правой клавишей, запуск от имени администратора. Пишем Repair-Volume-Drive-C. Если у вас проблемная буква D, то вводите букву D, то есть номер дома. У меня буква C проблемная, значит выбираю его и Enter. Если это вам не помогло, значит вам нужно загрузить это с установочного диска или с установочной флешки с Windows. Выбираем далее, восстановление системы, поиски и устранения неисправности, командная строка. В командной строке вводим следующую команду. Чтобы раскладку клавиатуры поменять, нам нужно нажать Alt Shift. Чек диск, пробел, буква тома, которым ошибка у нас, это буква C, двоеточие, пробел слэш F, пробел слэш R. Если у вас проблема с буквой D, то вводите чек диск буква D. В итоге у нас происходит проверка базовой структуры файловой системы, поэтому если у вас ошибки какие-либо есть, то сразу же ошибка будет исправлена. Если вдруг чек диска также вам не помог, то есть специальные программы, утилиты, которые помогают выявить ошибку. Это у нас как Victoria, MHDD. С помощью этих программ вы сканируете жесткий диск на наличии битерсекторов. Или попробовать просто этот жесткий диск вытащить, подключить к другому рабочему компьютеру или ноутбуку и проверить там уже жесткий диск на ошибки. Если обнаружится большинство битерсекторов, значит проблема уже кроется в жестком диске. Вам стоит всю информацию с жесткого диска перенести. Стоит поменять этот жесткий диск на другой заведомо рабочий жесткий диск, потому что он уже отжил свое и уже ему ничего не поможет. Продолжение следует...